Якутия погрузилась в траур в память по пропавшим на руднике Мир восьми горнякам. Сегодня в регионе объявлен день траура. Соответствующий указ подписал глава республики. Память горняков почтили в Мирном, Нерюнгре, Якутске, а также в постоянных представительствах Якутии в Москве и Санкт-Петербурге. Солнечный день 4 августа был омрачен печальным известием. Внимание мирового сообщества было приковано к алмазной столице. В руднике Мир, где находился 151 человек, прорвалась вода. В первые часы после происшествия на поверхность были подняты 143 горняка. 8 человек остались под землей. Поиски шахтеров продолжались 3 недели. 26 августа работы по поиску были прекращены. Сегодня мирненцы вспоминают пропавших горняков. У здания администрации рудника прошел траурный молебен. И помять их в рот вечную семью. Памятные мероприятия прошли и в Нерюнгре. У памятника святой великомученицы Варвары, покровительницы горняков, горожане почтили память мирненских шахтеров, погибших на алмазном руднике. Промышленники не делят беду на свою и чужую. Подземщики на любом производстве работают, рискуя жизнью и здоровьем. Эта мысль объединяет всех нерюнгринцев. Ведь в угольной столице Якутии нет практически ни одной семьи, где бы не было хотя бы одного горняка. Особой скорбью сопереживаем эту трагедию. Сопереживаем боль утраты жизни наших коллег. Боль утраты разделили и в Москве. В постоянном представительстве Якутии почтили память шахтеров. В этот день мы говорим слова соболезнования всем тем, кто потерял своих близких, родных, всем тем, кого потеряла наша республика. В день горечи утраты мы должны быть вместе. Вместе, значит, мы будем жить дальше. Траурные мероприятия прошли также в Санкт-Петербурге. Уходят в легенду шахтеры, попавшие под камнепад, берет их стихия измором, и снова все сетуют хором. Что делать? И кто виноват? Связали незримые нити, две точки на карте земли. Прощаются мирный и Питер. Простите, родные, простите, что мы вас спасти не смогли. Горнякам, пропавшим в недрах рудника, было от 27 до 48 лет. Четверо из них – жители мирного, четверо из Белгородской области. Имена шахтеров, оставшихся под землей – Алексей Власенко, Дмитрий Жуков, Виталий Куликов, Дмитрий Марьин, Глеб Миронцев, Валентин Мисник, Михаил Неустроев и Игорь Степанов. Эти люди – труженики промышленности, пали смертью храбрых. Но они будут живы, пока жива память о них. Это трагедия для всей республики. Приношу соболезнования по поводу этого. Конечно, молодые люди очень сожалеют. Ребята молодые, может быть, у кого-то даже нет детей, потомство не оставили. Конечно, это боль не только родителей, близких друзей. Это наша общая боль. И хотелось бы, чтобы в дальнейшем это никогда не повторилось. Конечно же, выражаю глубокую скорбь родственникам погибших. Я считаю их подвигом. Действительно, они добывали не только недра, но и, конечно же, они боролись за светлое будущее нашей республики.